Я себе в телегу скидал вот этот видос. Нарядиться, нахуй, под этой сукой, сукой, которая разводит, блядь, маленьких детей, блядь. На, казино, блядь, нарядиться хуй сосать. Ты скажи мне, блядь, нормально тебе, блядь? Ты чё, ебатьку, блядь? Нормальный ты человек? Предатель ты тогда. Предатель и ебаный, а не человек. Обязка, ебатька. Она же, блядь, девятая, одиннадцатая, сука, покажется тебе, блядь, шуткой. Осуждаю такие высказывания этого, дурачка, не адекватного, блядь. Не одобряем, естественно, эту хуйню. Ебанутый человек, осуждаем. Поверь мне. Короче, его порвало с того, что я не читаю личные сообщения в ВК. Но я в ВК нахуй не сижу, ну окей. Дайте я открою сейчас. Да, вот, вижу, реально, голосовое сообщение Кирилл Зырянов. Мне страшно это открывать, но давайте попробуем. Открываем. Стоп, стоп, досмотри до конца. Лолский маркет это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно. А если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Ага, ну да, есть такая хуйня. Он мне тут реально строчил голосовые сообщения, а я на них не отвечал. Я так понимаю, вот это голосовое сообщение то самое. Кирилл Зырянов. Короче, ла, 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 лан, стоп, 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 стоп. Че, молчишь, сука, а че б нему ответить-то, блядь? Что, я слышал, что ты милая, милая? Я просто, че, ответь человеку, блядь? Он, типа, все пытается мне придавить за мылстроя, как будто бы я, блядь, с мылстроем, я не знаю, живу в одной квартире, блядь, и сплю в одной кровати. Но он доебался до меня с этим мылстроем. Вот уже дай шо, что мылстроя там, соответственно, казино, и вот это вот все пятое-десятое. Но он сам казино рекламировал вот этот вот, блядь, VG-Link, нахуй. Подтвердите, если не ошибаюсь. Он сам стримил казик. Довольно продолжительное время. Как и мылстрой. А он это делал, блядь? Нахуй он мылстрой за это предъявляет? Я не совсем понимаю. Типа, это какая-то зависть, что у мылстроя получается зарабатывать огромные деньги, а этот долбоёб не смог заработать, даже будучи, блядь, рекламируя казино. Это всё, что я могу ответить. А, ему мэл должен? Что? За что он ему должен? Его даже ДТР пытался продвигать? Ну, просто как бы... Чё за бред вообще-то? Сам этим занимался, блядь, как ты говоришь. Развалил маленьких детей, рекламируя казино. А тут его порвало, и теперь он, мол, на мылстрой пиздит. При этом мне зачем-то пишет. Нахуй ты мне-то это всё, блядь, присылаешь. Ну, пиши мылстрою тогда. Чё он ему должен? Я не понимаю. Должен ему бабок, поэтому они и поссорились. Серьёзно, блядь? А что, мылстрою нет денег, чтобы отдать ему то, что он должен? Или что? Вы уверены, что он реально ему должен бабло? Ну, мылстрой. Потому что у мылстроя, я думаю, есть деньги, чтобы вернуть ему эти деньги. Но он ему не отдаёт? Почему? Может, он какого-то просто психопат, он придумал эти деньги, блядь? Потому что он ведёт себя как псих. Блядь, ты чё, ебатьку, блядь? Нормальный ты человек. Предателька тогда. Предатель и небазовый. А не человек. Америка. Этишка. Блядь. Америка. Я деркаю. Кирилл. Мне на это надо отвечать. Я не знаю, что мне ответить. Я поэтому тебе не ответил на предыдущие голосовые сообщения. Чё я нахуй должен ответить-то на это? Тут он меня просил контакты, блядь. Типа. Здорово, Тесос. Сразу ближе к делу перейду. Потому что это может изменить мою судьбу в лучшую сторону, безусловно. И ты, возможно, в это можешь помочь. Всего лишь контакты, контакты. Варианты какие-то, может быть, приложите. Касаемо разбана на Твиче. Хотя бы под испытательный срок. 8 апреля 22-го года. Он мне это голосовое сообщение отправляет. Когда уже сами знаете, что произошло, соответственно, да. Твич уже, нахуй, из России ушёл. Всех там поувольняли. Он мне пишет. Я что, блядь, админ Твича? Какие контакты? Я понимаю, что ты меня считаешь невероятно крутым, наверное. У меня тут связи. Ебанёшься с самим Байденом. Но у меня у самого нет контактов. Как? Кому я напишу, блядь? Поэтому я ему даже не стал отвечать. Потому что, ну что, блядь. Нету мне никаких контактов. Я такой же русский, как ты. Меня тоже кинули, блядь. И здесь он такой добрый, добрый. Там это Хейсус, помоги. И тут, блядь. Нормальный тебе, блядь? Ты чё, ебатьку, блядь? Нормальный ты, человек? А контакты уже не нужны, что ли? Алё. Предателька тогда. А контакты? Предатели. А если у меня появились контакты, что скажешь? Ебаный. Алё. А не человек. А контакты? А контакты? А я, а контакты? Короче. Пизду, блядь. А чё во втором ТГ? Ну там то же самое, он про Мелстроя всё. Здорово, Кесос. Я там слышал, что ты Мела. 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 С маленькой буквы. Говоришь, что он... Короче, дальше он мне тут говорит, что я его назвал мистером Бистом. Что типа, я чё, совсем дурак, это неправильно. Хотя я его не совсем назвал мистером Бистом. Я лишь сравнил его с мистером Бистом. В том плане, что он тратит кучу денег на контент. А не так, что типа, Мелстроя такой же хороший, щедрый, как мистер Бист, который помогает там благотворительностью и так далее. Сравнение было в плане денег и затрат на то, что он делает. Всё. Этот, блядь, это услышал, короче, его порвало. Типа, какого хуя, да как ты смеешь, да как ты можешь. Но слышать подобное человека, который тоже рекламирует казино, рекламировал. Ну типа, блядь, не знаю, типа, братан. Нахуя, это лицемерно выглядит. Эвелона забанили, чего я. Ебать, реально. Фрибатя! Так, контакты. Блядь, мы-то как раз только сидим, только что. Вот эту хуйню тут слушаем. По поводу контактов с твичом, чтобы разбанили. И тут батю банят. Так, ну у меня есть контакты. Можно поговорить, договориться. А, кстати говоря, мне скинули запись. Дома у себя. Представляете, были какие времена. Смотрите, какая возня происходила. Стрим за какой год? Семь лет назад. 15 марта 2016 года. Когда-то я с Вежелинком стримил. Мы тут это... Кто хочет стать миллионером, его играем. Нет. То есть... Старый дизайн твича. Посмотрите, какой интерфейс был раньше. Какие люди в чате раньше сидели. Интересно, что с ними сейчас. Почти никого не осталось. Никого из тех, кто был тогда. Вон, платные подписчики, кто пишет в чат. В те времена. Никого не осталось. Никого. Чё это якое, что нет тебя здесь. Я тебе перезвоню. В общем, вот такие у меня помощники. Гуманитарии, которые даже не знают, что такое Пореченков. Так. Ой, господи. Блядь. 50 на 50. Боюсь это. Опять же. 4300 зрителей. 112 тысяч фолловеров. На тот момент у меня было. Подписка платная. 5 баксов. Что такое у нас наречие? Наречие... Нет, давайте нормально используем эту подсказку. Друга. Сейчас, минуточку. Я всё-таки позвоню другу, да? У вас на выбор есть. Так. Костя, Игорь, Сергей, Виктор, Максим. Кому ха... Ну, короче. Быстро, быстро. Как-то так, в общем-то, да. Голосы, ебать, голос. Как-то имя. А шо? А шо, ебать? Да это ебать. What's happened? Спасибо большое за переподписку. Нянко-сенсей, спасибо тебе тоже. Война-лия, спасибо тебе тоже. Атмосферин, спасибо. Какой же ты закомплексованный был. Чего, блядь? Я тут даже лицо не показываю. Где я закомплексованный? Ну, я да, но только при чём тут это вообще? Я не совсем понял. Сейчас что ли я не закомплексованный? Такой же долбаёк. Голос давил. Я даже скажу больше. Я его не давил. Я его менял через программу. Я уже в этом признавался. Я уже это говорил. Но скажу ещё раз. Я его менял. Я его делал более грубым. Это правда. Ну, потому что у меня тогда голос был, как у школьника. Я бы ни как-то всерьёз не воспринимал. Я менял себе голос немножко. Ну, чуть-чуть, совсем. Так, 7, 6, 9. Короче, ну и вот так мы стримили. Вот был у нас стрим с выжилинком. Представляете, да? Представляете, да? Представляете. А сейчас... Нарядится нахуй под этой сукой! Сукой! Которая... А сейчас вот такое вот. Да. Были времена, были времена. Сукой! Сукой! Ой, бля, стыдно. За что? За то, что я с ним стримил? Да нет. Чё? Кто ж знал-то, ну... Люди меняются. Ну, откуда мне знают? Я с братишкиным стримлю. Периодически. А вдруг он, бля, через 3 года так же будет сидеть и... Сукой! Сукой! Америка! Ядерка, блядь! И шо мне... Ну, типа, реально. Чекни чаттеров, что они писали. Да? Ну, чекай. Ха-ха-ха пишут. Ни одного смайлика, блядь, не использовали почти. Просто чат пустой. Из одного текста состоит. Ну, тогда не было этих плагинов. Типа, Сайвент ТВ и так далее. Поэтому люди вот такой вот хуйней занимаются. Смотри на этот чат. Ну, это пиздец. Просто какая-то пустоша, блядь. Перекати поле с текстом. Ну-ря-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Продолжение следует...